Ни отца Света, ни привета Капли на воде Где ты, где ты Наша лето Заблудилась, где Перепрыгиваю Лужи Мокрый от обид Я тебе Совсем не нужен И давно забыт Мне бы только Счастье дольку Ухватить за край А толку мы вдвоем С дождем Подождем Нас вид даже Нет пейзажа Как художник ли Где кто виновен В этой краже Кроме нас двоих Кто виновен В том, что где-то На краю земли Заблудилась Наша лето Без любви Мне бы только Счастье дольку Ухватить за край А толку Добрый вечер Гомель Вы знаете 31 августа У нас на календаре Казалось бы Последний день лета Все Завтра уже наступает Календарная осень Но Немного, конечно, жаль Но, друзья Лето на этом Не заканчивается Потому что Нам с вами Перестоит целый Летний вечер И провести его Нужно Самым лучшим образом Как вариант Рекомендую Нашу компанию Она будет сегодня Очень даже хорошая Это я вам обещаю Ну, а этот музыкальный вечер На музыкальных аккордах На музыкальной ноте Открыл Прекрасный артист Наш друг Музыкант Автор и исполнитель Вячеслав Корса Слава, здравствуй Рад видеть тебя Здравствуйте Сразу вопрос Который я бы хотел задать Всем нашим зрителям Вот Как ты Провел это лето Чем оно для тебя Запомнилось Это лето для меня Запомнилось Очень странной Такой вещью Обычно Лето проходит быстро Вот это лето для меня Было очень длинным Вот как ни странно Очень длинным Я могу даже предположить Почему Почему предположить Ну, потому что Во-первых Июнь и июль Не порадовали нас Теплой погодой Вот август молодец Это тоже Но дело в том Что август я провел Совсем в других краях Поэтому Там было замечательное лето И для меня еще Запомнилось это лето Тем, что Дорога к месту отдыха Наконец-таки Когда у меня появился Отдых Она была очень длинная Мы разве что на собаках На оленях не ехали А так на всех Людах транспорта Подождите Если я спросить На собаках Это какой регион Где ты был этим летом Я отдыхал У тещи В Сибири В Красноярском крае Вот И сибирское лето Как ни странно Было не такое Как у нас Там все говорили Что жара До 37 градусов Жара была Там лето было шикарное Я думал В августе приеду Думал В холодное сибирское лето Там уже в августе Как бы все затухать Начинают Не в летом В августе Там было жарище До 34 Лето было шикарное Примерно так же Как и у нас В августе Я же не знаю Как здесь было Только рассказывали Слава Композиция Которая ты Прекрасная песня Которую ты открыл Сегодняшний Наш добрый вечер И вот понимаешь Про то Что дольки У меня ассоциативный ряд Дольки мандарина Дольки апельсина Но вот Дочь Неужели настраивать Будешь нас на то Что завтра осень Или все-таки Как-то притянем Лето за хвост Никак Дело в том Что у меня через Три дня День рождения Я собираюсь его Отпраздновать на природе Вот Вот в компании Со своими близкими людьми Со своей семьей В общем вот Поэтому мне очень важно Чтобы третья суббота Чтобы этот уикенд Был для меня Солнечным и теплым А я вот честно Хочу признаться Что Ну неохота Расставаться с этим летом И буду получать Сегодня от этого вечера С вами друзья В прямом эфире Все летние радости И удовольствия Кстати вы тоже можете Стоять участниками нашего эфира Присоединяйтесь к нашему разговору Наш номер телефона Обращая внимание Изменился 34 22 43 Так что Присоединяйтесь к нашей беседе И становитесь Также героями Прямого эфира Ну а Также наш вайбер Готов Принимать ваше сообщение И также Всячески С вами общаться Номер вайбера Также у нас изменен Периодически Вы будете видеть его На экране Но все-таки Я напомню 8 0 33 34 22 4 3 0 И Вот Хочу продолжить лето И хочу официально заявить Что если у всех Завтра 1 сентября То у меня завтра 32 августа Мы начинаем Друзья Наш прямой эфир продолжается Присоединяйтесь к нашему разговору Вопрос который мы задаем Который я хочу вам задать Этим вечером А чем же Вам запомнилось Это лето Безусловно Лето 3 волшебных месяца Которые мы ждем С какой-то особой силой Особым Желанием Ну вот Не порадовало это лето Нас Достаточным количеством Жарких дней Но все-таки У каждого Это лето Было свое Слава Если я не ошибаюсь То ты также относишься К тем людям Которые ждут Эти 3 месяца Да Очень жду Всегда очень жду Вот почему Ну наверное потому что Работа моя связана с преподаванием Очень много И я очень усиленно В течение учебного года преподаю А лето Очень снижается Как бы темп Работы Работы становится очень мало Вот И еще я очень увлекаюсь рыбалкой А лето для меня это сезон Когда я вот Ну подожди Есть же и зимняя рыбалка Не зимняя Нет Я теплолюбивый человек А не связано ли это с тем Что например Ждешь окончания учебного года И лето 3 месяца Каникул Ну у меня каникулы Не совсем получаются Каникулы Ну в общем-то В целом В общем да Каникулы Все-таки есть каникулы Вот Их ждешь Ну наверное Это какая-то Наша привычка От школьных От наших детских Когда у нас формировалась Наша личность Да Наши личности формировались Да И мы к этому времени Так относимся Все лето Как не крутись Это каникулы Оно в нашем подсознании Уже сидит Ну я к нашему разговору Хочу пригласить Еще одного нашего гостя Замечательную девушку Прекрасного психолога Которую я всегда рад видеть В нашей студии Валерия Фейскова Сегодня этим вечером Вместе с нами Лерочка Здравствуй Проходи Приветствуем тебя Привет Располагайся Знаешь Очень приятно Что сегодня Несмотря на то Что лето Заканчивается У всех Огромное количество Каких-то важных дел Что вот это Лето нужно все завершить Вот ты нашла все-таки Время Прийти к нам в студию Этот вечер Провести Летний вечер Продолжить у нас В компании С удовольствием Так почему же Лето такая для всех Долгожданная пора Долгожданная Это как раз таки Тот момент Когда можно расслабиться И солнце Оно разогревает всех И люди наверное Еще с детства Помнят Что после После весны Наступает пора Лето Когда можно Отдыхать на каникулах Это такое вот Детское впечатление Когда каникулы Это лето У меня кстати Тоже такое ощущение Что если лето То я должна отдыхать Полностью И нету какого-то Отпуска там Месяц или два А вот все три месяца Я хочу отдыхать Это просто как-то Инстинктивно уже Заложено с детства Наверное А не получится ли так Что Этот отдых Перейдет в какую-то Привычку Все-таки нужно Оставлять какой-то Маленький стимул Дабы не забыть Как это Работать и заниматься Какими-то Важными делами Да И кстати Знаешь Вот когда даже я Летом работаю У меня все равно Есть ощущение Что это Это не работа Это как будто бы Мое хобби И я даже работаю С удовольствием Как-то по-особенному Ну ты знаешь Очень тонкий Хороший психологический прием Настроить себя на работу Таким образом Что это твое хобби И его нужно выполнять С удовольствием Да И как будто бы Это даже не работа Это просто Любимое дело Которое ты С душой делаешь Хорошо Вопрос К которым я встречаю Всех моих гостей И тебе его хочу Тоже задать Вот чем же тебе Тебе запомнилось Это лето Это лето было Особенным для меня Потому что Очень много всего Произошло И я чувствую себя Еще более Классно И Это и по-девище И по-женски было Просто Я чувствовала Что купалась В этом лете Вот И Подожди А Все Понял Просто я думаю Как это так Очень мало людей Которые купались Этим летом В пределах Нашего региона Да Я купалась В своих фантазиях В мечтах И В своих делах И увлечениях Которыми занималась Это У меня появилось Еще одно Мое любимое дело Массажи Вот И я их выполняю С такой душой И Любовью Что я просто Купалась в этом деле Общение Знакомство И Конечно же Я гуляла Как только могла И очень классно Провела это лето Отлично Я думаю Что за этот час Мне удастся Выяснить Некоторые Тайны Твоего лета И потом Знаешь Как строчка в песне Я знаю Что вы делали Этим летом Знаешь Еще такой вот момент Наблюдается Лето летом Вот Прямо Как Про Стрекозу и муравья Лето красное пропело Оглянуться не успело Так вот Почему же лето Так быстро пролетает Потому что Все самое Классное Вот как психолог Можешь объяснить этот момент Да Потому что Все самое интересное Все самое насыщенное Это время Заполнено эмоциями И оно не тянется И потом вспоминается Как будто бы Это время было очень мало Потому что оно Очень насыщенно Время, которое У нас проходит скучно Оно обычно длинное И мы его долго переживаем И вспоминаем И вспоминаем тоже Как будто это было Очень тяжело Очень долго Поэтому Поэтому Лето проходит Очень быстро Потому что Это очень Приятная пора А есть какой-то способ Замедлить Летом время? Да Я думаю Что это Когда человек Развивается И Думает о том Как бы Больше осознавать Свою жизнь Когда он Замедляется Останавливается И для этого Есть некоторые Способы Например Йога Медитации Какие-то занятия Спортом Которые Замедляют человека И возвращают его К самому себе Когда он может Просто погрузиться В свой внутренний мир И не быть Все время в суете Вот в постоянном Каком-то бегу Человек Останавливается Когда он Присоединяется к себе Он тогда И больше концентрируется И больше запоминает И это лето Он даже в удовольствии Способен растянуть так Как будто каждый день Был настолько насыщенным Что он удовлетворится За все это лето Отдыхом Спасибо за такой Краткий психологический Экскурс Я думаю мы за этот вечер Его разовьем 34 22 43 Друзья Номер нашего телефона Присоединяйтесь к нашей беседе И рассказывайте О чем же вам Запомнилось Это лето И о чем вы Думаете В последний Летний вечер Ну вы знаете Не открою Большую тайну И большой секрет Если скажу Что лето Это море Ярких эмоций Радостных встреч Переживаний И конечно же Ярких красок А яркие краски Это конечно же Летние цветы Которыми наполнен Каждый вот этот Прекрасный трехмесячный Сезон Ну я думаю Об этом подробно Расскажет моя гость А которую я с огромным Удовольствием Спешу пригласить В эту студию Этим добрым вечером Флорист Дизайнер Татьяна Артеменко Сегодня у нас в гостях Татьяна Здравствуйте Здравствуйте Рад вас видеть Очень рада тоже Вопрос О чем же вам запомнилось Это лето Ну вот это лето У меня Я отношусь К той категории Малочисленной Как вы заметили ранее Мы это лето Всей семьей провели На пляже Левый берег Сажа В эти жаркие дни Мы там Наслаждались Нашей речкой Природой Пляжем Вот это Не знаю За которое время Вот На Саже Я отдыхала Не отдыхала Очень давно Не купались Мы там Не загорали Обычно куда-то выезжаем Но этим летом Мы решили Покорить родной берег Как Сож Сож Мелеет Что печально Но очень чистая вода Тоже что было удивительно Ну хорошо Можно повернуть С другой стороны Сон мелеет Становится более милый Скажем так Для лета Как я уже сказал Это характерные цветы Но Наверное есть Такие Которые ассоциируются Именно с летом Что вы как флорист Дизайнер Скажете Какие цветы характерны Для нашего региона По окраске По внешнему виду Что характеризует Из флористики Именно наш гомельский регион Ну я думаю Лето у всех Ну по крайней мере У большинства Это ромашки Лето Ромашки Вот Наш регион Наш гомель Утопает в цветах В зелени Что очень приятно И радует глаз На улицах Клумбы Цветы Буйство красок Оранжевые Оранжевые преобладают Хит сезон То есть Гомель можно сразу назвать Оранжевым городом С оранжевым настроением Да Ну пришли вы сегодня К нам в студию Не с пустыми руками Тут смотрю уже И Вот я бы уже Это воспринял бы за букет Но я прекрасно понимаю Что это материал Из которого Впоследствии Будет создаваться Нечто Красивое И прекрасное Расскажите Что будем сегодня делать Ну учитывая то Что последний день лета Завтра все-таки И календарная осень И первое сентября Длится в школу Но все-таки Лето хочется продлить Как быть Как цветы в этой ситуации Смогут нам помочь Ну цветы нас всегда радуют Круглый год Яркими красками Ну мы будем Конечно же Делать букет К первому сентября Букет Для Ученика Может быть Для Первоклашки Для старшеклассника Для Какой-то букет Комплимент Учителю Может такие бывают Да Хорошо А букет классический От букета комплимента Вот Чем их можно Как они различаются Есть ли какие-то различия Ну конечно Есть Классический Ну я думаю Все понимают Классический Это Собранные цветы А Комплимент Это небольшой букет Он может быть Вот в таком кулечке Может быть в какой-то Небольшой вазочке В коробочке И это Небольшое количество цветов И Что немаловажно для нас В нынешнее время Это бюджетно Хорошо Тогда я не буду долго Задавать вам различные вопросы Оставайтесь у нас в студии Приступайте к работе А я периодически буду Обращаться к вам И будем Возможно даже вы мне позволите Что-то смастерить своими руками Обязательно Отлично Лера Вопрос у меня к тебе такой Психологи вот неоднократно Говорили о том Что О цветах О чувствах Вот на самом деле Как цветы Могут рассказать И о том и о другом О чувствах Вообще О чем способны рассказать цветы Вот как Психологи на этот вопрос Рассказать или повлиять А повлиять тоже могут Цветы очень влияют на человека Вот например у меня дома Когда на столе кухонном Стоят какой-то букет цветов У меня просто настроение Очень-очень меняется И у меня очень хорошее Свежее настроение И еще Вот в серебряном веке Да даже вот мужчины Носили себе в кармашке Да у них тут вот какой-то Вот такой живой букетик Был маленький Да И мужчины тоже И женщины Очень влияют Ну на них влияют Цветы И особенно свежие цветы Это всегда Напоминает О каком-то лете О красках О жизни Вдохновляет человека тоже Можно ли разделить Скажем так Цветы на мужские И женские Я думаю что можно Например гвоздики Почему-то У меня сразу ассоциируется С мужскими цветами У меня гвоздики Это 23 февраля То есть мужские гвоздики Женские Это розы Да Я думаю что так Слава А вот твои любимые цветы Какие? Незабудки А почему? Не знаю Цвет очень красивый Я вот тоже похож Кстати Мой папа Всегда любил тюльпаны Вот Поэтому Не могу сказать Что это прям Вот определенный Женский цвет Если мужчинам нравится Я Знаешь Даже наверное Не смогу ответить Какие цветы Мужские Какие женские Потому что Возможно какой-то Стереотип есть Что вот Какие-то цветы Дарит мужчинам Вот Однако я думаю Что букеты роз Звездам Дарит и мужского Пола тоже Но от букета роз По-моему Не откажется никто Да Вячеслав Вопрос у меня К тебе такой Вот Знакомы мы с тобой Не первый год И творчество Я твое знаю Достаточно хорошо И на твоих концертах Бывал И по телевизору Тебя видел И песни твои На различных площадках Слышал Но вот что-то Я не припомню Есть ли у тебя В репертуаре Песни про цветы Наверное нет Я так не вспомню Навскидку Может быть что-нибудь Есть Песен-то много Очень Знаешь Так сразу Из памяти Так вот не достанешь Вот может быть Где-нибудь Что-нибудь и есть Ну вот Я думаю Что это хороший Хороший повод Приобрести Такую песню Включить В свой репертуар А то в следующий раз Придешь На эфир А Лупиненко тебе раз Дай попроси Слав Спой-ка про цветы Хорошо Но все-таки Сегодня мы провожаем Лето Вспоминаем его Каким же оно было Для нас Хочется песни Разбавить Сегодняшний вечер Что исполняет Значит Песня тоже Не без лета Скажем так Потому что После лета Такое время идет Когда Этого лета Начинаешь ждать И вот Наверное Самое тоскливое Время Которое у нас Вот в нашей полосе Наверное Это ноябрь месяц И в ноябре Есть такой день Один То есть ты уже Начинаешь ждать Лето с ноября Ну примерно да Когда вот Начинается Вот эта вот А как же Новый год Впереди который Нет Все-таки С нового года Вот у меня например С первого января Есть ощущение Наоборот Дороги уже к лету Да Вот это такое уже Конкретное Что вот уже пошла дорога Вот именно Новый год наступил Все я уже движусь к лету Вот все равно До этого времени Идет дорога По нисходящей И вот наверное Ноябрь Середина ноября Наверное время самое-самое-самое Такое для меня грустное Вообще погода Обычно самая такая Тоскливая Но вот песенка Которую спою Называется «200 дней до лета» Ага Это точка Которая находится В этом ноябре «200 дней до лета» Под осенний дождь Так уютно спать Если дыханием твоим Плечо согрето Плечо согрето Только если вдруг Ты уйдешь опять Я не сумею Выжить «200 дней до лета» Все, что-то хочу услышать Все, что можешь ты сказать Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать В этой тишине Еле слышен звук Это биение сердец В потоке света Все, что есть у нас Боль былых разлук Как позабыть бы За 200 дней до лета Все, что я хочу услышать Все, что можешь ты сказать Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать Пам-па-да-па-па-па-дам Пам-па-дам 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 Па-да-да-дам Пада-пам Падам Пад осенний дождь Остывает кровь Это тепло твое Исчезло без ответа Даже если вдруг Ты вернешься вновь Пусть все случится В эти 200 дней до лета Все, что я хочу услышать Все, что можешь ты сказать Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать Пам-па-дам Падам-па-падам Пам-па-дам Падам-па-дам 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 Падам-падам Падам-па-дам 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 Песня «Слава». Можно я раскрою небольшую тайну? Если у меня верная информация, то 200 дней до лета, именно по таким названиям, ты готовишь и новую концертную программу. Да, да. Когда ее ожидать? Давай уже сразу раскрывать все карты. Я думаю, что эта программа такая очень долгосрочная. Я к ней готовлюсь очень всерьез и надеюсь, что через год и два месяца я ее представлю. Потому что работа очень большая, очень много расписать нот, очень много партий, очень много музыкантов, очень много все. Поэтому я запланировал эту работу на следующий год. Ну ладно, столько ждем. 200 дней до лета. Я думаю, тоже переждать, скажем так, небольшое количество. Ну и год и два месяца, ты говоришь? Ну, примерно так, да. Ну, не забудь тогда пригласить программу «Добрый вечер, Гомель», а лучше прийти и частичку этого концерта показать здесь. Друзья, а как же вы провели ваше лето? О чем вы думаете в последний день этой замечательной поры года, накануне нового учебного года? Звоните к нам в студию, рассказывайте. Ну, а я в свою очередь спешу сказать, что совсем скоро в нашей студии появятся интересные гости, которые также поделятся своими мыслями, как же они проводят лето. Но обо всем этом сразу после рекламы, которая пройдет быстро, поэтому не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Данамол и современный бизнес-центр Дана Центр. А «Вивальди» находится в экологически чистом районе Уручье, всего в нескольких минутах от МКАД. Инвестируйте в будущее вашего бизнеса. Приведите его туда, где он станет успешным. Детали по телефону плюс 375 17 269 32 76 или на сайте beer.by «Бессо мне, بессо мне, мучью» «Оно, два, три, сQUАТРО» Друзья, мы продолжаем работать. Друзья, мы продолжаем работать в прямом эфире. Звоните к нам в студию. Наш номер 342243, код Гомеля 80232. Рассказывайте, какие же мысли посещают вас с этим вечером в последний вечер лет и вообще, как вы провели эту замечательную пару года. Ну а также присоединяйтесь к нашему Вайберу. Его номер, кстати, тоже изменился. 33 код 3422430. 31 августа, как я уже сказал на календаре, последний день лета. А это значит, что завтра, безусловно, в школу. И, конечно, каждый человек, который прошел школьные годы, будет всегда вспоминать то состояние, те чувства, с которыми он 1 сентября шел на школьную линейку. Ну, для того, чтобы продолжить этот разговор, я спешу пригласить моего следующего гостя. Сегодня у нас в гостях солист группы «Драники», прекрасный артист, музыкант и продюсер Александр Лемешков. Саша, я приветствую тебя. Спасибо, что в этот непростой вечер нашел все-таки возможность прийти к нам. Ну, рассказывай, чем занимался этим летом? Лето выдалось довольно-таки творческое. Наконец-то мы дописали материал для нового альбома «Драников» полностью. Вот все 14 треков уже дописаны. То есть все люди загорали на пляже, летали по курортам, а группа «Драники» работала. Не покладая. Да. Далее мы сняли клип Устини, певица наша Гомельская, подающая большие надежды. Ну и также мы работаем над Степ кулинарным шоу, которое выйдет уже по осени. Снято несколько программ. Непосредственно снимает мой сын. Он и пишет сценарий, и непосредственно снимает это все. Вот, свет это видит уже непосредственно. Осенью. О чем мы похвалимся вам? Хвалитесь. А, это будет дополнительно? Конечно, это дополнительно будет. Хорошо, но все-таки давай вернемся в реальность в сегодняшний вечер. 31 число, завтра 1 сентября. Помнишь, с какими чувствами сам просыпался в этот день и как собирался в школу, на школьную линейку? Да, это помнится, причем это помнится до сих пор, потому что мой старший сын идет в 10 класс, и также я испытываю такое же волнение, как и он, переживания за учебный год, за оценки, за уроки, которые порой даже не всегда получается и самому понимать, о чем там идет речь. Будем откровенны. Вот. Конечно же, все помнится. Все, как вчера. Ну хорошо, но морально ты уже настроился к завтрашнему утру, как будешь сына провожать в 10 класс? Да, я думаю, что да. Мы уже настроились как положено. Вот, портфель заряжен, дневник готов, ну и настроение чуть-чуть выше. У кого? У сына или у всей семьи? Ну, мы же вся семья, мы должны поддерживать друг дружку. Я сейчас в творческом отпуске, поэтому мне немножко проще, легче. Вот. Ну, а он будет отдуваться за всех, за всю семью. Но уроки-то кто проверяет? Уроки проверяет он сам, я уже не проверяю. В дневник кто чаще заглядывает? У нас все идет на доверии. В дневник я заглядываю, конечно же. Смотрю, провожу мониторинг оценок. Вот. Ну, у нас больше все на доверии построено. Отлично. Лера, вот скажи, пожалуйста, как психолог, а вот почему начало нового учебного года, безусловно, стресс? Вот почему так происходит? И что подскажут психологи и психологии? Как же его преодолеть? Как его минимизировать? И, например, 1 сентября, скажем так, превратить из начала нового учебного года, из того фактора, что опять 9 месяцев ходить, учить уроки, проверять домашние задания, превратить все-таки в какое-то подобие праздника? Ну, вообще, это очень резкий переход, когда летом можно было спать до скольки хочешь, ложиться когда угодно. И вот неожиданно нужно вставать к 8 утра и идти, собираться, брать себя в руки еще и чувствовать себя хорошо при этом, чтобы понимать, что там на уроках говорят. В общем, этот резкий переход, конечно, вызывает стресс. И обычно к этому необходимо готовиться. Если вот есть желание реально начать качественно учебный год, то, конечно, лучше заранее подготовиться. Но вот сейчас такая погода была, да, дни такие холодные, дождливые. И это уже какая-то встряска для человека о том, что все, летние деньки заканчиваются. То есть погода решила нам сама подсказать, что ребята... В этом году я считаю, что погода вот встряхнула. Во всяком случае, меня холодом встряхнуло. И я думаю, что и детям тоже это ощутимо было. Потому что гулять такой холод, это... Хотя я видела все равно, дети гуляли. Как подготовиться? Ну, вот, например, сейчас, когда я дам какие-то советы, рекомендации, то, ну, как бы уже завтра 1 сентября, да, что нужно делать в такой ситуации? Самое главное — это настроиться на то, что вот нужно... Ты будешь учиться хорошо. Ну да. И очень важно замедлиться. Потому что сейчас очень много суеты, там, портфели. Может, кто-то не успел купить, какие-то тетрадки, ручки. В общем, есть еще несколько недель, чтобы это можно успеть сделать, что-то докупить. Самое важное — не торопиться, успокоиться, сделать глубокий вдох, выдох. Вот самое важное, наверное, родителям и детям — это никуда не торопиться. Вот на сегодняшний день, если подготовка началась совсем недавно и много суеты. Это тем, кто беспокоится. Лучше всего остановить все и никуда не торопиться. Вот самый важный совет. Второе. Завтра, когда... Сегодня пораньше лучше спать, да. Вот можно сразу после этой программы уже подготовиться ко сну, чтобы выспаться. Потому что именно жизненные силы, которые мы набираем в течение сна, помогают нам справиться с трудностями, которые могут возникнуть завтра. И более спокойно себя чувствовать, когда идешь в школу, и там могут быть какие-то волнения. В общем, это будет успокаивать. Ну вот по твоим наблюдениям, скажи, кто больше волнуется перед новым учебным годом? Даже, наверное, по-другому построю вопрос. Вот на этом переходе лето заканчивается, новый учебный год и осень начинается. Кто больше волнуется — родители или дети? И почему? Я думаю, что каждый волнуется в той степени, которая соотносится с возрастом. Родители, ну вот в их рамках возрастных, они очень сильно волнуются, да. И я думаю, что можно даже сильнее. Однако дети, подростки, например, они уже очень впечатлительные. Маленькие дети, там, пятиклассники, у них все их эмоции, они очень сильные, да. Если эти сильные эмоции еще можно родителям как-то успокоить детей, да, то сам них родители, надо, чтобы их тоже кто-то успокаивал. Я думаю, что сложнее родителям. Вот. Ну вот такой вот ответ у меня. Саша, если я не ошибаюсь, то по образованию ты тоже учитель. Да, учитель. Да, учитель географии. Да, проработал я в школе после получения образования где-то около пяти с половиной лет. То есть для тебя первое сентября — это особенный день? Не только как для родителя, который завтра оконяет ребенка в очередной раз в новый класс? Это праздник всех учителей. Ну не знаю, насколько у кого, но я не открою тайну, что первое сентября все учители отмечают, в принципе, как и завершение учебного года. Вот. Поэтому, да, действительно, это праздник, да, даже до сих пор, пока, скажем, я уже с учительством не связан никак, вот, но для меня это праздник, да. Ну, скажи, ты еще и музыкант, и продюсер. Вот скажи, насколько твой опыт учителя-преподавателя, вот, педагогическое образование помогает, скажем так, в музыкальной среде, в музыкальной сфере? Наверное, находить общий язык, хотя бывают моменты, когда найти общий язык тяжело, вот. Есть много ситуаций закулисных, тех, которые мы не увидим, не услышим никогда, может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет книгу, вот, как это было называется. Вот. Ну, на самом деле, да, помогает, в принципе, педагогика, та часть нашей жизни, которая где-то помогает людям найти вот эти нюансы, соприкосновения с теми людьми, с которыми найти их порой бывает тяжеловато. Вот, поэтому, да. На сегодняшний день ты занимаешься активно и раскруткой своего проекта, это группа Драники, но группу Драники уже хорошо все знают, но твой сын, который, кстати, завтра идет, как мы уже говорили, в 10 класс, сейчас тоже активно его можно увидеть и в некоторых видео группы Драники. Расскажи об этом подробнее. Ты уже определил за него, кем же он будет, когда вырастет? Ну, он определил это для себя сам, то есть он будет поступать в Институт культуры, на режиссуру. Вот. Сейчас непосредственно у него это проявляется тем, что, как я уже вот сказал в самом начале нашей беседы, он написал сценарий к программе кулинарному шоу, это будет, конечно, не то шоу, которое мы смотрим на телевидении, а с тюб-моментами своеобразными, то есть это будет немножко нестандартная программа. Вот. Он написал сценарий, он также будет это все снимать, монтировать, уже кое-что у нас готово и сделано, ну вот, поэтому, может быть, для него это своеобразная практика для будущего. Вот. А так, да, он снялся в двух клипах, в клипе Дранников на композицию «Трактор», там он еще совсем маленький. Вот. Также он снялся в дебютном клипе нашей гомельской певицы Устини. Ну, я думаю, что это не последние его роли. Ну, вот. Ну, проект «Певица Устини», про который мы уже сегодня несколько раз вспомнили, примерно год назад были вы у нас в гостях. Как сейчас развивается этот проект? Что нового у артистки? Чем запомнилась эта лета в творческой сцене? Значит, график у нее довольно-таки тяжелый сегодня, потому что планировали мы прийти вместе. вот. Тяжелый ввиду того, что ввиду возраста она идет в школу, это раз очень важный момент. Второй момент, то, что сейчас идет запись новой песни, вот. Это все в процессе, все происходит. Вот. Отснят клип, то есть очень много времени уходит на то, чтобы его раскрутить, предложить всевозможным каналам, вот. Ну, и, скажем, ну, бытовая личная жизнь, она тоже присутствует, не без этого, потому что это тоже занимает очень много времени, и вместо нас это никто не будет делать. Друзья, дождитесь финала нашего эфира, и вы обязательно увидите, увидите премьеру клипа певицы Устини в программе «Добрый вечер Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Ну, а наш вечер продолжается. Вот, вы знаете, 1 сентября, это еще и осенние цветы. И, например, у меня осенние цветы ассоциируются, ну, пожалуй, только с астрами. Когда я видел, уже на грядках появлялись астры, все, приближается 1 сентября. Но, вы знаете, то, что рекомендуют наши флористы, наша гостья Татьяна, доказывает совершенно обратное. Вот, с каким букетом можно отправиться 1 сентября в школу? Ну, глядя на то, что я принесла, можно понять, что на 1 сентября в школу можно отправиться и с астрами, можно и с гладиолусами, можно, в принципе, с любыми цветами, которые растут тут на приусадебных участках, которые есть в магазине. Главное, чтобы это было комфортно, красиво, удобно. Комфортно кому? Комфортно детям, которые несут эти букеты. Чтобы это не было громоздко, чтобы это не было как-то, не закрывало красивого, нарядного первоклассника. Зачастую же можно увидеть такой момент, что идет первоклассник, а в руках у него букет, который в несколько, на какое-то количество выше его. Бывает такое? Да, да. Вот об этом я и говорю, что это очень, ну, я думаю, и смешно, нелепо, и ребенок не очень хорошо себя чувствует. А еще если подует ветер. А еще если он плохо связан, сложен, собран, то это все рассыпается, потому что линейки долгие, первоклассники устают, и такие стоят очень печальные. Ну, смотрите, я уже вижу, что здесь, пока мы разговаривали, вы времени даром не теряли, и у нас образовался настоящий школьный, первоклассный во всех отношениях букет. Рассказывайте, что это за модель, из чего она состоит, и какие элементы в него включены. Вот это, ну, скорее это не букет, это скорее мини-композиция, она в коробочке. То есть это сейчас распространенный стиль хендмейт, то есть когда все все умеют. Сейчас мастер-классов много, можно это все посмотреть. Вот я взяла коробочку, в честь первого сентября клеточка, оформила бечевкой, лентой. Я бы из дневника вырвал бы пару листов, чтобы дневник быстрее закончился. Вот начиная с 37 августа. Вот, ну, я решила с чистого листа. Новый учебный год начинать надо с чистого листа. Но хризантемы, смотрите, здесь тоже присутствуют. Хризантемы, да. Без этого никак. Хризантемы, хризантема, это сорт бакарди, и он вот в виде ромашки, то есть как бы еще вроде как хочется за собой лето подтянуть. Ну и астры всеми любимые, опять-таки сентябрь, рябина, клён, тоже символ учебного года, кленовый листик, кленовые вот носики, семена. Ну и, чтобы было легко и удачно, год прошел, самолётики. Великолепно, вы знаете, мне с таким букетом тоже захотелось в школу. Ну вот это, это да, это то, что вот можно принести, поставить на стол учителю, и учитель будет спокойным, что у него всё стоит. И родители, ученики тоже будут, я думаю, довольны. Татьяна, скажите, а какие же цветы, ну вот я так понимаю, что во флористике в цветах тоже есть свои тенденции, своя мода. Какие цветы будут модны этой осенью? Этой осенью продолжается тема букетов растрёпышей, стиль прованс, рустик. То есть всё приближенное к натуральному. Чем более небрежно собран букет, тем он более моден. Цветовая гамма, ну я всё равно считаю, что цветовую гамму каждый выбирает для себя, в зависимости от повода, от своего настроения. Потому что цветы, они, какой цветок взял, какое настроение ты и почувствуешь и от него, и своё настроение тоже цветам передаётся. Вот. Цветовая гамма может быть любая, какой вашей душе угодно, я не знаю, нельзя сказать, что модный, красный, синий. То есть склоняться от времени годы в сторону чего-то пастельных тонов, либо каких-то кричащих ярких, или вообще с искусственным блеском не стоит? Конечно нет. Сейчас, тем более в наших магазинах во флористических, очень много экзотики, очень много каких-то обычных стандартных наших цветов, к которым мы привыкли. Увеличивается цветовая гамма цветов. То есть выбор огромный. Всё зависит от нашего настроения и, наверное, от кошелька. Спасибо вам за эту информацию и за полезные советы. Но, вы знаете, друзья, пока одни летом отдыхали, другие, так сказать, совмещали приятное с полезным. Сюжет, который подготовили для нашего эфира наши корреспонденты, познакомит вас с жительницей Гомельской области. Зовут её Ирина. И, вы знаете, героиня нашего следующего сюжета на лето меняет свой род деятельности. Давайте посмотрим об этом сюжет, после чего вернёмся в эту студию. Примером тщательной работы в поле в этом году стали женщины. Пять ответственных напарниц-комбайнеров работали на уборке зерновых в Речице, Ветковском и Ельском районах. В основном задействованы в составе семейных экипажей. Ирина Рософонова работает помощником комбайнера в открытом акционерном обществе «Дружба» Ветковского района. Это уже девятое её уборочное. Впервые в кабину комбайна на помощь отцу она села в 17 лет. В этом году даже свой день рождения женщина праздновала в поле. Поздравить Ирину с праздником приехали сотрудники Ветковской районной профсоюзной организации и руководство хозяйства. Экипаж Ирины и её отца Павла Ковтунова намолотил почти 580 тонн зерна. Скоро начнётся учебный год, и Ирина Павловна изменит униформу хозяйства на официальный костюм. Она работает преподавателем Ветковского районного центра детей и молодёжи. 20 лет назад впервые отец предложил поработать. Тогда, наверное, юношеская как-то интерес какой-то был просто. Вот попала. Первый раз отработала первый сезон 20 лет назад. Потом учёба, замуж, декрет. Ну и вот уже девятый сезон работаю. Ну, очень тяжёлая работа, я хочу сказать. Тяжело. Жарко, тяжело. Надо убрать вовремя, без потерь. Ну, технику безопасности соблюдаю. Итак, друзья, пока наши редакторы пытаются дозвониться Ирине, я хочу обратиться к нашему вайберу, что же вы написали. Итак, на вопрос, чем же запомнился этот летний сезон, чем же запомнилось лето. Итак, Валентина пишет этим летом впервые за много лет на прекрасном левом берегу реки Сож. По-моему, великолепно вы провели время. И я хочу ещё зачитать несколько сообщений. Павел нам пишет. Летом путешествовал по Беларуси Бобруйск, Слуцк, Несвежмир, Лида, Новогрода, Гродно-Волковыск, Пинск, Мозырь и Гомель. Павел, ну, я даже немножко вам завидую. Лето самое крутое. Наконец-то закончила универсия, ездила на море два раза. Завидую вам ещё больше в два раза. Путешествие в Питер прошло незабываемое. Вероника, как вы, Александр, провели это лето, Кристина? Это лето я тоже провёл очень хорошо. Первые два месяца немножко не порадовали, но вот август выдался очень даже хорошим. Работал, отдыхал, отдыхал, работал. В общем-то, лето это у меня тоже запомнится надолго и всерьёз. Итак, ещё одно сообщение. Замечательное исполнение Вячеслава. Успехов вам в творчестве, пишет Вероника. Мне подсказывают, что у нас на связи героиня нашего сюжета Ирина Рософонова. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Только что мы показали про вас сюжет. Спасибо, что откликнулись на наш телефонный звонок. Расскажите, чем же для вас запомнилось это лето? Ну, как сказать вам, чем запомнилось лето? У меня самое любимое, наверное, как и из тех паровода. Почему? Потому что тепло, солнышко светит, долгожданный отпуск. Летом больше всего случается, наверное, интересного, захватывающего. Ну, вот самые яркие моменты, какие вы можете вспомнить за это лето? То, как вы лихо управляете с комбайном, уже вся коммерческая область увидела. И, наверное, вот лично мое вам уважение, почтение. И, ну, вот просто преклоняюсь перед вашим летним занятием, если честно. Спасибо. Ну, как вы уже сказали, я этим летом провела свой отпуск долгожданный на работе. Вот. И, наверное, самым ярким впечатлением, ну, не знаю, как сказать, запомнилось то, что я свой день рождения провела в поле, на работе. Вот. Ну, в этот день, естественно, была куча поздравлений. И, конечно, телевизия впервые была очень, ну, как, волновалась. А вот, если я не ошибаюсь, уже 10-е лето вы проводите именно в таком режиме, помогаете убирать урожай и за баранкой комбайна. Да, да. Уже 10-е лето. Это достойно уважения и всяческих похвал. А ведь завтра 1-е сентября. И вы смените обычную полевую форму на красивое элегантное платье. Да. Завтра, начало учебного года. Ой, как сказать, 1-е сентября. Сильно волнуетесь, сильно волнуетесь 1-е сентября. Первые волнения. Завтра вас ожидают в Центре творчества детей и молодежи. Расскажите немного, какие дисциплины преподаете, кто приходит на ваши занятия. Я преподаю бисероплетение. Дети разные. И мальчики тоже приходят очень заинтересованы в этом, скажем, занятии. Дети хотят творить что-то новенькое. А я, конечно, очень рады, когда они делают подарки для своих родителей. Ну и для своих девочек, наверное, когда мальчики делают подарки своими руками. Это тоже немаловажно. Да, мальчики очень, скажем так, и более, наверное, ответственнее относятся, чем девочки. Ирина, у вас есть возможность передать привет и своим коллегам, и напомнить учащимся, чтобы завтра не забыли после школьных занятий прийти на занятия в ваш Центр творчества детей и молодежи. Так что напоминайте. Ну, прежде всего, раз у меня есть такая возможность, я бы хотела привет передать своим любимым родителям. Мама, папа, я вас очень люблю. Хочу сказать огромное спасибо за то, что мне подарили жизнь. За воспитание, за поддержку и веру в меня. За любовь и заботу. Большое спасибо. А своим коллегам завтра начинается новый учебный год. И в этом году я желаю вам новых свершений, больших достижений. Пусть ученики радуются своими успехами. Пусть в коллективе царят поддержка и взаимопонимание. Ну, и, конечно, всем всем огромного большого здоровья вам. Ирина, огромное спасибо за то, что эту часть вечера, хоть и по телефону, но вы провели с нами. С наступающим вас новым учебным годом. Ну, а программа «Добрый вечер» продолжит следить и за вашим творчеством, и за развитием вашего центра творчества детей и молодежи. Спасибо вам большое. Большое. До свидания. До свидания. Успехов. Слава, ну, вот, ты знаешь, вот для красивых женщин, вот таких, как Ирина, про которую мы сюжет посмотрели, и еще много чего интересного по телефону узнали, давай вот песню. Ну, давайте песню. Песня называется «Моя любимая не верит». Она такая, для последней песни очень подходит. Моя любимая не верит в чудеса, но как же так? А где-то за закрытой дверью есть полоса, где все не так, не так, как в жизни прошлой. Там, где мы одни, мы врозь, мы друг без друга. Окна заметает вьюга, ветер бьет насквозь. Моя любимая не верит, что к ней спешу на всех порах, Что заскучал осенний скверик по нашим медленным шагам, Где, поднимая воздух, листья встаю, в облака взлетаем с ними, Где твое рисует имя самолет. Пока где-то позади лежат снега, Где-то позади метет бурга, Где-то позади в твоем окне не гаснет свет. Где-то впереди течет река, Где-то впереди цветут луга, Где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, что мы надолго и всерьез. А я спешу сие проверить под шорох шин, под стук колес. И бортовых огней мерцание нас несет в объятия друг другу. И в который раз по кругу песенка о том, Что где-то позади лежат снега, Где-то позади метет бурга, Где-то позади в твоем окне не гаснет свет. Где-то впереди течет река, Где-то впереди цветут луга, Где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, Моя любимая не верит Где-то позади лежат снега Где-то позади метет бурга Где-то позади в твоем окне не гаснет свет Где-то впереди течет река Где-то впереди цветут луга Где-то впереди в твоей руке моя рука Вы знаете, даже несмотря на то, что название песни «Моя любимая не верит» По энергетике наполнено хорошим настроением, позитивом и тем, что все будет хорошо Все уже хорошо Ну и будет тоже хорошо, несмотря на то, что сегодня мы, скажем так, празднуем последний вечер лета Все-таки я уже в начале программы заявил, что у меня завтра 32 августа Если хотите, присоединяйтесь к моему мнению, тогда нас будет немножко больше Слава, ты что-то хотел? Да, я хочу сказать, что вот у всех про 1 сентября спросили, меня не спросили 1 сентября и начало учебного года Не только для детей, но и для взрослых Тоже очень важное такое время, как к этому относиться Потому что обычно после этого начинается самое интересное Начинается очень много работы, начинаются проекты У кого-то начинаются какие-то творческие проекты, особенно для творческих людей Осень – это время очень хорошее В открытии концертных сезонов и театральных сезонов и всего-всего Да, вот это очень много всего происходит Я, например, вот единственное, почему я вот депрессовал перед осенью всегда Потому что я понял, я когда автомобилистом стал, у меня все прошло Потому что не боишься уже этого, что там как, вот с зонтиком в троебус там пихаться И стал относиться вот к этому времени, как действительно это новое время Новое рождение всяких-всяких-всяких вещей интересных Все самое интересное начинается осенью Относитесь к этому так, и поэтому у вас тоже будет это время очень хорошо проходить К Вайберу немножко обращусь Я уже думаю на тем, как картошку выкопать Чувствую, первые выходные осени пройдут незабываемо Ну, знаете ли, агрофитнес, от кого-то сообщение не подписано Агрофитнес тоже никто не отменял И в некоторых странах это оказывается очень, скажем так, престижный вид фитнеса А у нас тем временем есть телефонный звонок Алло, здравствуйте, добрый вам вечер Добрый вечер Давайте с вами знакомиться, как вас зовут? Давайте, меня зовут Наталья, я звоню из Комеля Наташа, вопрос сразу такой А о чем вы думаете в последний летний вечер? Думаю о том, что завтра моя дочь пойдет на четвертый курс Она учится в университете, и поэтому завтра такой волнительный, ответственный день И для нее, и для меня И вспоминаю мои первые сентября И у меня ассоциации с астрами, которые выросли на мамином участке Ну, хризантемы это, а дальше уже поздняя осень Ну, пока не чувствую я, что завтра первое сентября, так уж очень И вспоминаю, как прошло мое лето Кстати, хотела бы об этом рассказать несколько слов Конечно, конечно, говорите Оно было плодотворным и насыщенным И я успела и вырастить первый урожай на даче Не могу сказать, что он был слишком богатый Потому что, ну, я все-таки городской житель И не знаю я всех секретов и всех тонкостей этого процесса Но все-таки какое-то удовлетворение от работы на земле я успела получить Ну хорошо, а отдыхали-то как? Ездила на итальянский остров Иске Море, солнце, пальмы, итальянская вкусная кухня Большая радость И наконец-то вырвалась за столько лет на море Было очень классно и здорово А еще успела выдать замуж двоюродную сестру Сколько у вас событий произошло за это лето? Да, да Всем семейством гуляли на свадьбе Желали благосостояния, благополучия, семейного счастья, долголетия Поэтому у меня самые теплые и самые-таки солнечные воспоминания И я не страдала из-за того, что было мало солнечных дней Мне нравится, когда идет дождик Потому что в наших широтах белорусских Ну плюс 35, как у нас иногда бывает Ну мне кажется, это слишком Вот такое у меня было лето Спасибо большое за ваш звонок Я вам желаю, чтобы лето продолжалось для вас как можно дольше И несмотря на то, что завтра 1 сентября Все-таки, наверное, нужно настроиться на летнюю волну И тогда даже в самый снежный день можно включить в себя опцию лета Но на этом сюрприз наше не закончен Я все-таки обещал, что завершать мы программу будем премьерой И это премьера клипа Саш Твабу Музыкального проекта певицы Устиньи Несколько слов перед премьерой О чем этот клип? Клип, он биографический Биография То есть здесь вы увидите Устинью такую, как она есть То есть без приукрас, без всевозможных пафосов И песня написана ее самой То есть она вам расскажет и покажет, что же она собой представляет как человек Как Устинья Не просто как певица А как просто человек обычный Итак, премьера клипа Устинья Кстати, как композиция называется? Композиция называется «Такая я» Сценарий написала она сама же Вот, то есть вы увидите то, что хотела вам показать непосредственно сама Устинья Давайте же уже посмотрим Внимание на экран На сердце грусть И ждут преграды Я не боюсь Пусть Эй Вперед быстрей Идут сквозь тернии К мечте своей Пусть Пусть труден этот путь Меня он не пугает Мне силы придает И вера, и мечта Наверное, даже слыша Мне кто-то помогает Ведь светит надо мной Счастливая звезда Где-то в середине лета Где-то в юге февраля Но сбор, буря и ненастья Светит мне мое звезда Где-то светит Где-то светит День Разбудит ночь И дождь и ветер Чтоб мне помочь В ночь Да Я как звезда На небосводе Я навсегда На пути я не сверну Я все преодолею Ведь вера у меня Давняя мечта Конечно, все смогу Конечно, все сумею Уверена в себе Такая видна я Где-то в середине лета Где-то в юге февраля Но сбор, буря и ненастья Светит мне мое звезда Где-то Впереди Где-то Впереди Настанется я день И все меня узнают И спустится звезда С небес в ладоши мне И так же, как она Я ярко засияю И сбудется мечта И я скажу спасибо ей Где-то Сверху мне лета Где-то В юге февраля Но сбор Буря и ненастья Светит мне мое звезда Где-то Впереди Где-то Впереди И я ярко засияю И я скажу спасибо ей И я ярко засияю Буквально Буквально несколько мгновений Остается нашего эфира Программа Добрый вечер Гомеля И вы знаете Продолжают поступать Ваши сообщения К нам на Вайбер Одно из них От Валентины Завтра У Татьяны Большой праздник У дочери Ариши День рождения Прошу поздравить Вся Гомельская область Присоединяется К поздравлениям Расскажите Каково это День рождения В первый день Нового учебного года Это прекрасно 1 сентября На линейке Ей директор Вручает торжественный Именной подарок Подбурные аплодисменты Все огромные Нашей 67-й школы Она очень гордо Идет туда Еще более гордо И несет подарок Назад Ну это я думаю Прекрасно Это такой день Который Во-первых Никто не забывает Все мне звонят Поздравляют Ее поздравляют Но 1 сентября Даже уже не пропустишь И не забудешь Совершенно верно Согласен с вами Друзья Буквально По Несколько фраз Лера Твой совет Как психолога Вот о чем Стоит подумать Именно в этот Последний Вечер Уходящего лета Вспомни все Классные моменты Этого лета Поблагодарить его И настроиться И уснуть С приятным ощущением И готовностью Встречать осень Саш Самое главное Что впереди Достаточное количество Всевозможных эмоций Это осень Зима Весна И опять переходим Плавно к лету Ну а те кто учится Конечно же Ребят Думайте о том Что совсем чуть-чуть И опять будут Каникулы Замечательное пожелание Слава Ну год и два месяца Я думаю Все наши зрители подошлут До презентации Программы 200 дней до лета Но все-таки Понять что Нужно понять Что на самом деле Тоскливое время Будет Совсем-совсем Коротеньким Многие говорят Вот В сентябре Лето закончилось Вот только В июне начнется Но у нас Лето заканчивается Гораздо позже На самом деле И начинается Гораздо раньше Чем через 9 месяцев Так что Тоскливый период Будет короткий Я благодарю всех Моих участников Сегодняшней программы За то что Этот вечер Вы разделили Вместе с нами Я благодарю Наших зрителей Которые также Весь этот вечер Провели в компании Добрый вечер Гомель На телеканале Беларусь 4 И уверен что После сегодняшнего эфира Лето Немножко Во-первых Я думаю что Этот вечер Вы провели Очень хорошо Ну и конечно же После этого эфира И всего того что было сказано За этот эфирный час Лето у вас Хоть на немножко Но все таки Продлится Друзья Завтра будет снова вечер Он обязательно будет добрым На телеканале Беларусь 4 Я же с вами на этом прощаюсь Люблю Обнимаю Ищите нас в соцсетях Будем общаться Удачи вам Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok